Мне приходилось выступать на очень звёздных концертах, и тут, надо сказать, они объявляют, Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, потом наши гости из Америки, даже мои, ряд международных конкурсов, певица, актриса Ирина Фагельсон. Ну так, спокойненько так. И первую песню ты завоёвываешь, буквально завоёвываешь, потому что, ну, что это она там к нам поехала? Ну вот, на второй уже немножко ты чувствуешь, что оттаялся уже аплодисменты немножко другие. И уже если ты их покорил, то это какой-то ужасный экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Любовь к музыке она впитала с молоком матери. И это несмотря на то, что родители к искусству имели косвенное отношение. В Казань её ведут родственные связи. Я сейчас непосредственно здесь, в Казани, приехала на юбилей родного дяди, заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор, долгие годы отдавший Татарстану свой талант, и как пианиста, и как замечательного преподавателя, воспитавший очень много лауреатов. Это папин родной брат, Эммануил Александрович Моназон. Так уж получилось, что повидать родного дядю ей удается нечасто. Расстояние слишком большое. Да и встречи эти выглядят как-то официально. А ведь когда-то они были значительно ближе. Родилась в Ленинграде, затем перебралась в Казань. Года на полтора. Училась в десятилетке при Казанской консерватории. Затем опять город на Неве. Консерватория и Лен-концерт. Мои родители адвокаты. И я с детских лет слышала от папы, что хочешь заняться эстрадой? Вначале принеси нам дипломчик, покажи, что ты имеешь профессию. То есть я закончила Ленинградскую консерваторию вначале как пианистка. И только после этого была принята в Лен-концерт. Там начала аккомпанировать разным артистам. И уже смотрела, училась и тяготела. Именно мне хотелось не классикой заниматься, а мне хотелось заниматься эстрадой. Правда, в 80-м ей пришлось поменять место работы. В самом буквальном смысле. Аббревиатура из четырех букв СССР сменилась на аббревиатуру покороче США. Она обосновалась в Нью-Йорке. Там и продолжила петь. Это была совершенно другая страна, другой политический момент. И антисемитизм, и все. Много всего такого, что заставляло подняться, и людей бросать, и квартиры, и прекрасной работы, и все. Поэтому вот так я оказалась. Не за длинным рублем, потому что очень понимали наша семья. Папа-адвокат, мама-адвокат и музыкант. Когда мы приехали в Нью-Йорк, нас спрашивали, а кто работать будет? Потому что практически, так сказать, из этой семьи даже некого было куда-то послать. Были работы такие, на заводы нужно было идти, или там что-то уметь руками мастерить. А кто работать будет? Уважаемые господа, встречайте для вас в своем Ирина Сталинскому. Это был еще один экзамен. Америка слезам не верит. Тем не менее, она была счастлива, когда в 87-м сначала получила американское гражданство, а затем отправилась с гастролями на родину. Ее первый концерт посетил даже американский посол. Нашелся молодой парнишка. Он чернокожий. И вот есть такая национальность. Он как бы фалаши. Это эфиопский еврей. То есть это издавна у них они древнее колено. Там как-то они сохранились. И он оказался в Америке. Пришел мальчик без репертуара абсолютно. Чечеточку умел отбивать, двигаться хорошо, как все черные умеют. И пел. Но у него не было никакого особенного с чем. Я говорю, если ты согласен на долгий путь, давай попробуем сделать интересную программу. Я буду и режиссером этой программы. Потом нашлись спонсоры. Нашлись люди. Где госконцерт еще тогда был. И такой замечательный импресарио Эдуард Михайлович Смольный. И вот они привезли эту программу на российскую сцену. Это было 4 концерта в концертном зале России. В Петербурге зал Октябрьский. В Риге и в Одессе. В Одесской филармонии. И вот Майкл Терри, мой партнер, мы с ним объездили этот тур. И могу с честью сказать, что я была первая артистка, которая приехала с такой программой. То есть я имею в виду, что уже после меня поехал и Токарев, и Шафутинский, и Люба Успенская. Те, которые у нас как бы были. На своей второй родине она деятель культуры Человек-года. Номинация такая. Она выступала в Карнеги-холле, объездила с гастролями весь белый свет. Она на эстраде, но не эстрадная звезда. Встречи с близкими людьми для нее важнее гонораров. Сегодня ей аккомпанирует Симха и аплодирует Казань. Я не люблю концерты, где ты отгорожен от публики. У меня тоже иногда приходится там и с охраной, и то, и все. И ты не видишь эту публику, она где-то где. Мне нравится, когда они ко мне заходят, и со мной беседуют, и критикуют. И мы потом этими имейлами обмениваемся. У меня какие-то появляются фэны, мои фанатики, то, и все. Мне все это очень нравится. Когда-то про меня написали. Она искусством всем полна. И будет век ему верна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова